рад приветствовать всех зрителей канала фиген life сегодня суббота 23 апреля время 22 часа 2 минуты и мы начинаем эфир с алексей марисович алексей рады видеть взаимно но вот нас смотрит 140 тысяч человек как обычно несмотря на занудство я прошу пожалуйста зрителей канала фиген life распространять эти ссылки на эфир с алексеем стоя чем сегодня день пятьдесят девятой войны ну и конечно ставить лайки и обязательно подписываться на канал фиген life и обязательно калалексе арестовича по ссылке его имени в описании к этому видео вы можете его обнаружить но начнем тогда с одессы вот я вот так предложил я так понимаю что но было это уместно сказать что были обстрелы и вот такое мощное обстрел одессы по моему впервые что-то скажет не обилили крылатыми ракетами одессе я не могу сейчас вспомнить сколько было за раз залп и в этом залп и было по предварительной информации 4 ракеты пускали российские стратегии тут типа ту 95 над каспийским морем значит прилетела 4 ракеты корректировали огонь 2 беспилотника значит сбили два беспилотника наши две ракеты а вот две ракеты попали в 14-этажный дом и погибло по предварительным данным 6 и 20 ранено среди погибших трехмесячный ребенок и сейчас продолжаются раскопки возможно количество будет увеличиваться погибших ранее коношенков заявил что они обстреливали якобы какой-то то ли склад то ли еще что-нибудь то есть я не я опять жопа не моя как обычно хорошо ради я подозреваю что они все-таки стреляли по какому-то там складу но результаты же на лицо правильно но он говорит что он склад попали склад они точно не попали не попали в трехмесячного ребенка что еще можно об этих сказать но хорошо ладно бог с ним это мы еще поговорим что там из новостей за день из новостей за день сегодня один из самых тяжелых дней в обороне мариуполя потому что лупят пазу встали вообще из всего что только есть это после того как он сказал что не надо штурмовать мы не будем как бы как как виктор суворов учил читать советские газеты на 180 а чего ожидаю все и попадаешь точно сказали не будем штурмовать и по словам президента сегодня стреляют с моря с воздуха суши танки короче все все что может стрелять стреляет пазов стали вот и это мариуполь сейчас не знаю еще до сих пор удалось ли выпустить хоть один автобуска из тех которые обещали из той части мариуполя которая куда должна была прибыть гуманитарная колонна и значит север что у нас там в зоне вас тоже самое активные попытки штурмовых действий как пишет наше командование и на такт противника на харьковщине немножко освободили 13 пункта там носили там как бы что еще ну вот я вчера бьюжи да успел объявить что мы накрыли армейский пункт командный армейского уровня до 49 армия значит два генерала погибли точно один очень генерал генерал мили их известны уточняем значит 11 в очень тяжелом состоянии я думаю не выживет по крайней мере это в результате перехватов стало известно да это это радио перехвата и другие другие способы приема ведения разведки значит и да и значит ну вот так а там еще как кстати как ко всему этому накрыли еще склад боеприпасами примерно корпусного уровня очень большой уже взорвалась часа три подряд они заявили российская сторона заявил к нашим заявил что какой-то накрыли склад эту расшаривали новость где-то под харьковом это богатский тонны тонны гигантский склад очень старых боеприпасов которые невозможно использовать потому что они испорчены и завершенно произошло взяли его нет его взяли очень давно в начале войны заявили сейчас потому что понадобилась перемога до победа и там сняли сюжет запустили когда это все все что там взяли не стреляют уже дома так хорошо ладно начала как-то история развиваться в роста 64 бригаде что якобы под изюмом вроде бы да попали были убиты какое-то количество напомню 64 бригад которая была в бучей точно ответственность за злодеяние там за военное преступление за изнасилование за убийство за мрадерство я как понял поправь меня если не прав что кого-то убили а кто-то оказался в плену но они не больше не в плену ничего нет такого не было значит они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад и в боевом столкновении мы уничтожили несколько единиц техники там у них личного состава плены по моему взяли но как взяли так они живы скорее всего набережем пленных хотя бы с той точки зрения чтобы обменять на своих а если выяснится что среди них есть те кто действительно насиловали убивали будут менять то будут наверно хотя как посмотреть это решат следственный орган вас правовая держава они вынесут свой вердикт а решет по финальное решение будет принимать президент потому что это его прерогатива миловать отпускать менять это это лишний раз всем придуркам которые собираются мародерить убивать насиловать остановить бараны потому что вы можете оказаться в плену а можете в нем не оказаться лишний раз призыв вам и урок мы не можем так говорить не призывай к этому не может я призываю к обратному но надо надо понимать что всякие эксцессы могут случаться особенно если у вас военном билете то подразделение которое отметилось где-то там других местах но возле существ может кого-то остановит вот о чем речь от всякого рода подобных действий под бучей оторвался под озюмом оторвались по тебе земля наш круглая есть военная пословица земля круг она имеет форму чемодана на углу обязательно встретимся поэтому просто ведь здесь еще какой момент а если такое происходит то ведь все-таки подозрительно что они 64 ладно он назначил указом точнее присвоил звание гвардейской это особый цинизм и это все понимаем но в конце концов подписал ручкам самописка все стерпит зачем они и бросили ведь понимаю что бросают как я понимаю на самый острый участок и такие люди могли в плену оказаться и погибнуть вы выглядит так что но и как бы сбросим их из глаз давай как бы убьют и убьют в бою а там уже и как включено собрать или нет по принципу того что все подразделения которые участвуют минимум половине за может быть и больше под поменьше будет свидетели поменьше исполнители поэтому вполне возможно что я там живет в топке а может быть логика такая что как бы ну ага где брать поиска какие есть и кида там сейчас в основном подаются эти товарищи расстрелянные под киевом суммами чернигов кого сумели собрать по количеству представление вот сколько 10 тысяч харькова до мариуполя 45000 где-то а вот те которые были в буче ирпене и тогда этих ну тысяч наверное судя по списку подразделений звук от каждого было хотя бы по бтг по 2 ну наверно тысяч 10 могу быть 12 10 тысяч но это же ведь их перемолоть но за месяц судя по темпам и не не как одна бригада там было много там было восемь разных подразделений восемь за разных родов войск там и так далее поэтому 8 или 9 до сейчас уже не помню ну короче ну мы же пытаемся разобраться что на запорожье вот в этой части там идут наступательные действия какие-то что-то происходит вообще так они прошли недельку где-то прошли 10 километров вот и заняли аж два села там каких-то там у них какие-то беды случаются раз за разом уже второй или третий день что-то все время взрывается глубине кстати заметили что в матушке россии то институт сгорит военный что это значит например военный институт в твери который разрабатывал это кто его знает ну горят же все кстати горит дома губернатора московской области воробьева но тут всякое может быть опять же беспредел бандеровцев не знаю бандеровцев ли может это народное восстание в россии уже началось но говорят что например военкоматы горят в россии да это я видел это я видел так происходит или что-то в курской области горела сегодня во второй половине дня опять как это невезуха в общем сезон пожаров начинается в россии то есть и дальше кто будет гореть знает но что-то как-то не везет среди средней полосе я сам со средней полосы знаю но у меня мама со средней полосы я там пол детства провел да но нет с волги поэтому там то там и в прошлые времена небезопасно было нынче мне кажется еще хуже все стал так ну хорошо а шутки с херсоном вот там вот вот здесь что глупо херсоном там беда с передовым командным пунктом и со складом большая произошла случилось ну на некоторое время думаю будет пауза не сильно подумают потому что когда гибнут командующий армии на первый заместитель начальник слова как минимум скорее всего это если триги а еще шину генерал и шаниш не бывает так что генералы погибли в результате массированного до 50 человек полковников вокруг там и всех остальных не вне вредимы если выбито командование армии на направлении то минимум минимум деньков 5 им будет не да не дать активных движений а как в таких случаях вот новую команду еще присылать что происходит вот расскажи но обычно надо восстанавливать тут же управление сначала дают что вот погибли потом как же вы допустили потом смотри мать и так далее управление должен принять старший офицер который остался в армии он при не должен если он инициативный товарищ он принимает сам он говорит слушай меня делай как я принимаю командование на себя раздается приказ а если он не инициативные сопли вытирает он все звонят радостно москву он доповедает что докладывает что беда случилось играть дайте шушу делать скажите ему говорят ах ты мать переймать баран но команду пока ты а пока потом подыскивать какого-нибудь заваляющегося где-то там на просторах сибири командующие и радостно присылают его через несколько дней он входит в курс дела и должности выслушивать ордикова то что надо вперед потом приезжает спрашивает как же вы допустили это вы будете лучше охранять покажите мне карту они нельзя вам карту показать потому что начальник оперативного отдела погиб вместе с командующим ну хорошо кто кто хочу не соображает иди сюда командир дивизии какой-нибудь полка кто тут на местности показываю на карте шу есть вдекает потом начали свой замысел разрабатывает ему дают какую-то команду он говорит ну давайте ребята вперед и мы это все пять-семь суток при самом оперативном способе действия уничтожение штаба это мощнейший удар мощнейший из него очень быстро подразделение не выбираются понятно что не буду воевать на уровне там батальонов полков но на уровне армии как армии как единая цель на группировку них и так не очень получалось а тут вот с таким приходом это уже совсем тяжело склады надо пополняться если стадо уничтожили армейского уровня то значит авиация армейского корпусного авиация мне не вяться артиллерия она загрустила стрелять и особо нечем сейчас начнут экономить в общем это получение такого очень большого и серьезного преимущества на театре в данный конкретный момент дней суток на 7 не меньше упать погнал их дворника вперед и они радостно пошли пошли в наступление пошли 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 вперед сдвинули передовых командный пункт армии вот все говорят что они научились воюйте теперь по другому но я скажу что под киевом тоже был случай когда передовой командный пункт армии был 12 километров от киев но мы не могли не воспользоваться таким подарком и конечно же приняли его с благодарностью здесь тоже самое мне когда вчера сбросили точку я на нее посмотрел я даже пост исправила и в телеграме и фейсбуке говорю но не может быть этот армия армейского я написал что это полкового или даже батальонного потому что мы слишком близко к линии фронта а потом принят докладывают что все таки армейского и на думаю ну ладно я исправляю обратно и пишу армейского и таки армейского как так хорошо вот тогда президент украины зеленский вот выступил я такая была какая-то большая конференция метро метро да да он на вопрос о поставках вооружений сказал что все что необходимо идет или он я вот боюсь редакцию либо он сказал что пришло что он сказал что многое идет что америка резко ускорила темпы за что мы ей благодарны и третье это то что завтра будет блинкин невозможно кости в киеве да какие как раз обсуждение будет пост американский потому что на следующей неделе американский парламент голосует закон колен лиз и это принципиальное изменение вообще всех правил игры в этом конфликте в нашу путь ну то есть это уже анонсирован визит его анонсировано он сказал что будет сюрприз накануне пресс-конференции вот сюрприз но возможно за ними с какой-то перспективы может все-таки приехать байден байден можно приехать но это будет скорее символическая поддержка потому что все все содержательное может решить и блинки новости прекрасно с европейскими партнерами странных дел и по нашему да и министр обороны но это да это главные действующие лица но все-таки дать символическую часть байден тоже в присутствии в киеве тоже вы как-то подкрепила бы оппозиции в общем в целом а что с европейскими партнерами вот германия опять возвращаясь к ней к остальным что с поставки вооружения вот выяснилось что франция давно уже оказывается поставляет как-то подается сейчас как новость поставляли внутренний документ который который телеграф опубликовал даже британию оказывается там что-то поставляла и все это было обход санкций и часть это была прямо военная продукция часть товара двойного назначения и вот это очень болезненный удар для людей которые у нас привыкли молиться на запад как на ней некий священный город где нет нет и не может быть там никаких недостатков потому что прочитать что оказывается это кремлевского товарища на карме накачивали на его банду накачивался в самый шуме есть просвещенный запад который выражал озабоченность ужасную по поводу гибели украинцев по поводу того что тучи ходят на границе по поводу того что на нас нападут и прочее куча мы же давно видели в российских танках и тепловизор и французский 16-го года и в российских панцирях захваченных и трансмиссию немецкую там и много-много чего у меня телефон забит фотографии без соответствующих проблема в том что и такие тепловизоров 100 штук по тысячу штук поставила франции то есть получается что они модернизировали до очень серьезного уровня 1000 российских танков это очень существенный вклад в победу российского уже со стороны франции и эти же люди были гарантами у нас трехсторонней контактной группе и нормандской формы вот это мировая политика кто питает иллюзии до сих пор да наши зрители могут могут примерно можете дорогие друзья можете начинать трезветь потихоньку так вот президент когда раздает оценки и говорит что я больше не верю не бумажным декларациям и так далее как бы я это это вот все в результате такой информации который он знает и не только такой на которую еще нельзя рассказать но в этом всем приятно что соединенные штаты в обход ничем не торговали да очень занимательный разговор с европейскими союзниками особенность германии особенность германии и особенно учитывая германский внутриполитический кризис который разразился после того как опубликовали документ как шольц отфутболивал украинские просьбы что цены в просьбы об оружии обманывая собственно военное ведомство обманывая депутатов собственного парламента но по крайней мере так следует из статьи обманывая члена своих правительствах обманывая немецкую прессу и обманывая немецких избирателей ты видел это занимательно таблицу календарную ну я вот таблицу не видел но я читал его в отставку могут отправить потому что но он прямо врал общество полтора месяца подряд как бы даже не полтора больше до последнего момента пока это не разоблачили он втирал своим партнерам по коалиции ложь прямую медиа втирал прямую ложь и народу причем делал это никогда его ловили за язык а проактивно выступал вперед там эту даму задержали из их же коалиции за прямую коррупцию по поводу нефти северного потока 2 в общем это все печальная история да там там ведь коалиции поэтому там есть коалиции развалится он не то что его кто-то специально оставит а просто если не будет коалиции она при такой конфигурации не захочет существовать дальше но это загадка тут много немецкая политика загадочно многие вещи происходят совершенно дичайшие например про ту же меркель как бы ну не для украины украины и так с ней все было ясно а у для многих звучит откровением и и поведение то что выясняет сейчас ее реакция глубокой озабоченности на судьбу бандесвера надо посмотреть немецкой армии 16 управления меркель его развалили в ноль практически да но как это произошло в чем конкретно финансирование урезали программа вооружения переурезали меняли и логику поведения отстраняли людей и не давали расти которые нам занимали нормальную военную проактивную позицию про европейскую гранатус поощряли разговоры о правах в общем армия превратилась как как кох написал превратилась площадку для обсуждения прав сексуальных меньшинств но это да это армия армия которой когда-то боялся весь мир поэтому как бы и ну тут вот германии предстоит через на руки выносить из 16-летнего правления пани меркель и и вот этих нынешних там товарищ и вообще все самой задуматься на во что она приводит его герман потому что думаю что вы связи этого и нас сорвет очень многие маски и простите покровы и слой за словом будет скрываться истинное взаимоотношения германии с пусть путин и кто вскармливал путин и давал любую легитимизацию на международное арене прикрывал все эти годы и кто от футболе в украине когда она просилась над и в евросоюз и кто и кто чтобы потом притоку все могут принять камере версии и да и кто виноват в буча и во всех остальных мы в мариуполе во всех остальных местах наших убитых дети потому кто кто это все поощрял кто тепловизор 100 технику поставил кто нам говорил пошли на кир вне европейцы так второй раз только призываю 2 за эфир что у нас 370 тысяч смотрит мы ты знаешь уже не мем присылают там сказать такие про фигина в этом в инстаграме ты видел не нужно пародирует да я говорю о лайках а ты значит так как будто бы просто междометиями разговариваешь вот но нас это не смутит совершенно в любом случае 370 тысяч нас смотрит и мы ждем что вы все таки будете помогать нам распространять этот эфир чтобы больше было зрителей подписываться на канал и сделайте неприятное действительно кремлю они там очень нервничает по этому поводу вот и кстати как заявляют что пытаются противодействовать создать какие-то антиблоки нашему в ютюбе поэтому пока не блокирует чтобы каким-то уже сохранить площадку и для себя тоже когда правда нет когда хотя бы 37 тысяч соберут на прямом эфире это да не это маловероятно это не собирали никогда это это нереально абсолютно мы только накидаются у нас все естественное органическое у них но я не знаю там денег но может они за деньги как кого-то купит или жопу голую будут показывать не знаю как привлекать им надо понимаешь им надо что-то делать что-то делать путин жопу голую не показывают последние 23 года просто стало видно и стало видно и последние крайние два месяца очень хорошо все так тогда все таки о переговорах мы традиционно об этом спрашиваем потому что быть может что-то новое проявилось на этом мы почему нам это важно потому что война кончится либо действительно победой либо поражением но в любом случае какими-то переговорами это просто у россиян три выхода у кремля точнее сейчас первое это переговоры после провала операции на востоке второе это оппозиционная война и третье это мобилизация а у нас в организации да у нас всего два выхода или мирные переговоры или вы нас вперед ногами российской группировки что мы очень хотим сделать второе мы все еще оставляем шансы на переговоры президент сегодня подтвердил если добьют защитника морюка уничтожит или если проведут какой-то там референдум с какой-нибудь херсонской народной республикой они кстати начали уже даже медицинский персонал дергать и проводят мероприятие по мобилизации наших людей запорожский да 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 херсонской запорожской области тогда то мы выходим из переговоров и дальше у на украине только один вариант вынести они 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 это будут делать и с мариуполем и с херсоном будут выйдем из переговора дальше все дальше только ленд-лиз будет говорить наших умелых руках скажи мне пожалуйста вот вот в связи с этим ленд-лизом до возвращаясь все к тому же какие кроме тяжелых вооружений есть еще вот вооружение у американцев американские не аналоги ничего то именно американское оружие которые могли бы решить ситуацию может быть бронетехник может быть самолет и бомбардировщики какие-нибудь тяжелые опубликовали сегодня того что они нам дали он уже крайне внушительно выглядит но еще не это даже не ленд-лиз это помощь но из такого вот смотрите в чем же в чем вот в чем нюанс военного дела как у всякого есть базиса есть на стройка базис это железо настройка это электроника батис может быть старым если хорошая электроника то настройка то резко эффективность возрастает ну простой пример по нормам чтобы артиллерия разнесла такую цель и как взводный опорный пункт где взвод сидит ему ну и при некорректируемой стрельбе насколько я помню могу ошибаться по моему 140 снаряда были почти почти 200 а при корректируемой 9 если речь идет речь о снарядах 152 155 миллиметров так вот вопрос как бы точности стрельбы если внимательно посмотреть украинская армия кроет российскую как бы копцу по качеству артиллерийского огня и огромное количество видео что это показывает что у нас в каждое подразделение имеет беспилотник с которого корректируется огонь артиллерий стрельба крайне эффективно быстро точно эффективно так вот американцы дают нам почти не помню сколько но по моему то ли 100 то ли 200 штук разведывать специальных разведывательных беспилотников они дают нам switchblade то что называется выкидной выкидной нож переводится на не разных типов есть но это такие типа дроны камикадзе они бывают легкие тяжелые вот легкие лети на 10 километров там или уничтожают легко бронированная цель а типа салова типа автомобиля типа там бмп может уничтожить а вот тяжелый да он уже против танков годится и против более серьезных вещей летит гораздо гораздо дальше вот их передали по и данным 700 это достаточное количество это много много скажем так много для того чтобы например на двух участках на двух направлениях главных ударов принципиально перевернуть ситуацию нашу так чтобы русские военные боялись российские боялись там синицы над головой прилетающие при прятались да и и за и закапывались потому что вот это вот то что называется самолета боязнь дрона боязнь наступает очень быстро за три за три пятеро суток интенсивного применения люди уже ничем не думают только думают о том как спрятаться это даже очень смелые люди потому что эффект ошелопляющий теперь дбн туда 150 миллиметров 5-миллиметровую артиллерию который нам дают а нам по-моему отдают все самоходки мира это сколько я вижу кроме того но такая же фигура речи но он дают много на 46 артиллерийских бригад а кроме того дают американцы объявили мрлс реки населок залп огня типах и марс это очень хороший вид вооружением очень точно намного лучше чем ураганы и грады и так далее потому что система доведения совершенно более совершен качество ракет прицельных тогда и много-много всего другого и не только американцы дают и совокупностью с двадцатью добавленными самолетами которые мы сами конечно отремонтировали потихоньку нарастает вот когда заработает линд-лист интересно что будет будет что может быть в линд-лист посмотрю но я думаю что будет все то же самое только в более товарных количествах потому что америка что такое лентис американская промышленность начинает работать военные на украине просто специально производить для украины и вооружение вынуть то они отдавали запасы которые либо на вооружение либо с ласковского сберега сберегали на теперь будут специально свежепроизведенная разница в том что передают до сих пор передавали вооружение технику со складов а теперь свежая специально произведена не секрет что у нас он у инлоу были отказы например британского потому что батареи уже были они они имеют свободности до 9 лет 89 и часть не срабатывала потому что старые батареи мы мы быстренько создали мастерские которые перезаряжали их новыми батареи но это же потому что с хранения давали а когда отдают когда завода свежие приходят все же будет работать гораздо лучше ну ну и посмотрим там 200 btr of типа m113 они конечно стали зато не есть а вот там мы по мелочи сейчас 550 миллионов патронов ну короче много вот много чего такого очень вкусного вкусного сотни сотни тысяч снарядов артиллерийских снарядов для этих 150 метровой гаубицы причем они взаимозаменяемые то есть американскими можно стрелять французских гаубицы наоборот более того снаряды типа из калибурном дают это снаряды которые с активным наведением очень точно поражается венущим что только не дают я тоже боюсь загадывать потому что обещали еще больше в общем-то полноводная река должна быть вот когда говорят что быстро медленно запрягают на быстро ездят это не про русских про американцев и черчилль говорил что американцы обязательно примут правильное решение реализуют после как потребуют попробовать все остальные вот они все остальные попробовали вот наконец-то дошли до правил и америка после как и весь запад после нескольких ошибок которые хуже чем преступления но я не склонен их обвинять потому что я просто понимаю в отличие от многих которые требуют чтобы люди всегда были безупречен я понимаю что такое люди хорошо даже люди облеченные властью хирурги учатся на имеют 10 кого имеет кладбище за спиной причем научиться спасать больных а президенты имеют по 10 по 100 кладбищ пока научиться но вот все наконец-то на западе научились я надеюсь сообразили и сейчас будет весело тем кто оккупирует нашу землю как с этим мы разобрались мы думал что качественное количество начнет переходить в качество где-то к середине мая этих поставок середине мая скоро внутри недели до концу мая тоже будет решительное превосходство мы будет видно скорее мне так кажется конец мая начала и когда на на тех участках куда мы бросим это вооружение уже в товарное количество интересные сроки это как раз быть фаза оппозиционной войны когда российские войска выдохли стали и не могут наступать а вот тогда мы начнем скорее всего если уж не наступать то по крайней мере купить стоящих также дым будет кармыс так много вопросов ты уже один раз на них отвечал относительно крымского моста насколько он безопасности крымский мост это не мои вопросы граждане я не устану повторять дорогие наши зрители крымский мост сооружение которое строилось по всем правилам боевой устойчивости огромное инженерное сооружение со специально внедренными всеми способами и средствами сохранения его безопасности либо быстрого восстановления в его работе его прикрывает минимум две зенитно-ракетные бригады по корабли флота спло и постоянные авиационные скажем так на наряд сил в воздухе который за этим всем следит специально что ничего не прилетел и средств которые могли бы у нас достать либо авиация она не пройдет либо точки у они не долетят потому что дистанцию не позволяет туда долететь потому что до крымский мост значительно дальше чем 100 километров на который летает . 110 то есть российские войска продвинуться дальше крымского мосту увы ближайшее время ничего не угрожает об этом сказать на здоровье вот еще раз как бы я если сказал я не устану моей священной обязанности является разъяснять самыми разъяснимая вещь столько раз сколько и потребуется лучше будем говорить чем не говорить смотри возник вопрос о бессмертном полке но там придурки то ладно в россии но заговорили вот эти товарищи с днр и лнр значит шестерки про то что они чуть ли не в мариуполе собираются провести бессмертный полк шествия там не знаю я думаю больше понт вряд ли московской руководством такое решится потому что ну ну не знаю во случае это было бы уж совсем как-то ту матч но на твой взгляд насколько безопасно такая инициатива и вообще чем это может закончиться ну посмотрим проблема мне не в этом основная проблема вроде что по некоторым данным они собираются парада наших пленных провести в донецке и мариуполь а так такая есть информация да это уже военное преступление надо об этом мало кто знает думать но прогнать пленных и все из них уже один раз такое делать и с нашей стороны говорят а давайте мы про аппарат российских пленных проведем так вот я нашим балбесом объясняю что мы риска незаблуждающимся людям что это вообще военное преступление издеваться так над пленными нарушение женевской конверс а вот россия в очередной раз видимо хочет на это пойти поддержать свои падающие штаны поэтому кремлевское руководство и моральный дух и так далее так далее то есть они это сделают то ночевая до себя есть такое хорошее российское украинское выражение как ничего здесь он будет по-русски не обессудь так то есть напоминаю они 9 мая прям хотят ну типа да на день победы вот мы я вам считайте что я вас полуофициально предупреждаю буду горе будут будет парад наших пленных ждите так ну что же 36 почти 35 минут мы в эфире с 420000 человек нас сейчас смотрит 86000 поставили лайки я всех знаешь мне всегда веселило в этом деле вот смотрит 420000 человек лайков 5 раз пинч я вот думаю людям тяжело сделать вот так чик лайк да 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 они вообще никто арестович падла освободи мариуполь брось все иди освободи мариуполь а фейгин говорит поставьте лайк они такие ну чё я буду лайк ставить нифига сколько труда не знаю ты знаешь не ставит даже те кто или там не подписывать тех кто в общем нам сочувствие им нравится так человек устроен я просто знаю мы это проверяли фокус-группу проводили статистику ну человек он действительно хочет все но но он ленив он как-то где-то да ладно я завтра потом не сейчас это вечная история ничего не поделаешь все правильно да мы за это их любим вы должны выиграть у российской пропагандистской машины в которой 4 миллиарда долларов в год выиграть информационную войну а когда мы говорим поставьте лайк чтобы это трендах ютуба вылетела вверх ну куда ну лайк ну что лайки сейчас буду ставить нет вы как-нибудь сами там выигрываете войну да так это мягкая господа которые нас смотрят мы вас очень любим даже если вообще не ставить лайки мы все равно будем для вас это мягкая вроде было не обращать конечно конечно мы мы можете немного позволить сегодня суббота завтра воскресенье мы завтра снова в 22 часа встречаемся еще раз напоминаю подписывайтесь на наши каналы на канал алексей арестович очень легко по в описании к этому виде прямо имя интерактивная алексей арестович нажимаете подайте на его канал еще 426 тысяч 100 тысяч лайков уже то все-таки люди пристыдились всем спасибо друзья тогда до завтра давайте объясним про лайки лайки не нужны нам с марком до этого чтобы youtube выводил это в тренды и тогда он показывает гораздо большему количеству да и все у получат эту информацию до чего ты вы уже получили а ваши собратья нет вот лайкайте чтобы получили мы с марком в рекомендации попадает там да это целый механизм построена на лайками алгоритм алгоритм но все равно все равно мы свое дело сделали потрудились добросовестно завтра снова увидимся завтра снова все обсудим алексей спасибо передавай спасибо нашим зрителям до взаимно передаю